Все хотят сегодня быть здоровыми, или хотя бы быть здоровее. Согласитесь, что имея здоровье и жизнь в радость, и к счастью ближе, когда человек больной, то, соответственно, даже мысли появляются более больные, более загруженные, более тяжелые. И поверьте мне, что мысли эти порождают только ухудшение здоровья. Скажите, пожалуйста, а вы часто задумываетесь, от чего зависит здоровье? Иногда люди думают, что здоровье зависит от врачей. Но уже давно ученые установили, что от врачей только на 10% зависит здоровье. А остальное зависит большей частью от самого человека. И эти вопросы требуют каких-то ответов. Но вопросов их гораздо больше. Вы идете за ответом к врачу, а вы знаете, что врачи умирают сами на 10-20 лет раньше, чем тех, кого они лечат. Вы знаете, что сейчас мужчины в Беларуси и в России не доживают в среднем до пенсионного возраста. То есть если пенсионный возраст 60 лет у мужчин, то средняя продолжительность жизни в Беларуси 57,5 и 59 лет в России и Беларуси. Вы задумывались над тем, что многие сейчас молодые люди не косят от армии, а реально больные, что в армию некого брать просто. Я захожу в детский садик и вижу, просто сердце кровью обливается, вижу ту картину, что у нас дети очень бледные, изможденные, с кругами под глазами, очень больные. Почему у населения сложилось впечатление, что ребенка только отдали в детский садик, а ребенок заболел. Только сходил на пару дней, появляются сопли, появляется кашель. То есть что-то происходит, и это же требует ответов. Почему так происходит? Данные вопросы я осветил в своей книге, которая называется «Больным врачам о здоровье». Я доктор Пилюк, Пилюк Александр Владимирович, закончил педиатрический факультет Минского медицинского института в 95-м году. И занимался после того, как работал 6 лет на скорой помощи, или параллельно с этим, народной медициной. По диплому специальность у меня педиатрия, а по сертификату за стажировку врач общей практики. То есть было у нас время, когда хотели создать врачей семейного плана или семейных врачей. Вот из меня создали такого врача. И я занимаюсь здоровьем и настолько широким спектром патологии, что в книге своей рассказываю людям, как быть здоровым. В собственной книге представлена концепция здоровья доктора Пилюка, в которой речь идет, как своими руками, своими усилиями, без врачей создать или созидать свое здоровье. Потому что вы должны понимать, врачи сегодня не ставят даже цели исцеления человека. То есть современная медицина, так называемая научная, она не ставит идеи исцелить человека. Она разделила по принципу, разделяя и властвуя сферу здоровья на многие мелкие части и занимается именно болезнями. А это никак не улучшает здоровье. И занимаясь болезнями, последствиями расстройства здоровья, невозможно восстановить цельное здоровье, целостное. И в своей книге «Больным врачам о здоровье» я представил концепцию здоровья доктора Пилюка, потому что ее нет в научной медицине. То есть нет в какой-либо стране, ближайшей для нас хотя бы в СНГ, концепции, которая бы была направлена на созидание здоровья, то есть которая бы говорилась о том, что надо делать для того, чтобы быть здоровым. И система, которая у нас есть, которая функционирует, она наоборот делает так, что здоровье только разрушается. Вот задумайтесь над такими фактами, как современная медицина почему-то поголовно делает профилактику рахита витамином D. Но никто не задумывается, что витамин D без кальция очень даже токсично воздействует на все органы и ткани человека. Сегодня врачи занижают показатели сывороточного железа. Почему? То есть это же приводит сокрытие информации распространенности и важности железодефицита или важности восполнения нормального количества железа в организме. Сегодня врачи увлекаются настолько антибиотикотерапией, то есть при малейших расстройствах здоровья назначаются антибиотики. Но знаете ли вы то, что анти против биосжинь, то есть антибиотик само слово означает против жизни. Это против вашей жизни направлены эти антибиотики. То, что пострадает ли микроорганизм или нет, еще вопрос. А то, что страдает ваше здоровье от приема антибиотиков, это однозначно. Задумывались ли вы над тем, почему происходит это в нашей жизни и насколько вы, доверяя врачам, отдаете свое здоровье в их владение. Не пора ли задумываться над тем, что ваше здоровье должно быть в ваших руках. Пора забрать, на мой взгляд, внимание, которое вы отдаете в сферу деятельности врачей, в свою сферу деятельности. То есть заняться самостоятельно своим здоровьем. На все эти вопросы вы можете получить ответы, прочитав книгу больным врачам о здоровье. И я хочу один из аспектов, акцентировать внимание на один из аспектов, что такие ксенобиотики, так называемые продукты, или то, что воздействует токсично на человека, к этим ксенобиотикам известным, ксенососло чужой, относятся фармпрепараты. То есть то, что вы, собственно, чуть ли не каждодневно сейчас принимаете, или современный человек принимает, это действует очень токсично на организм. И наряду с тем, что у нас свинца избыток, радиация токсично воздействует на человека, втор, кресиный яд, который сейчас, опять же, с помощью врачей насаждается населением, хотя бы через зубные пасты, что наряду с этими токсичными продуктами, еще дополнительно вы часто используете фармпрепараты, что является, опять же, ксенобиотиком. И это никак не добавляет здоровья. Если вы только задумываете о том, что да, действительно это так, и что необходимо узнать поподробнее об этом, берите, читайте книгу. Больным врачам о здоровье. В ней разложено подробнейшим образом не только эти темы, не только даны ответы на эти вопросы, но на многие конкретные болезни даны подходы, как восстановить здоровье в той или иной ситуации. Спасибо за внимание. Жду вас, как читателей.